Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию поучение преподобного Амбросия Оптинского. Озвучил для канала Денис Гаврилов. Приятного вам просмотра. Молитва Читайте, Отче наш, да не лгите, остави нам долги наши, якоже и мы оставляем. Христос воскресе, читайте, когда положено церковью, а то не должно. Надо молиться и прибегать к Царице Небесной. Помоги, спаси и помилуй. Богородице Девы читать, хоть с поясными поклонами. Об этом сказала сама Божия Матерь, явившись во сне одной монахини, прибавив, что это для ее же пользы. Молитву в келье читать устами «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную» или «Боже, очисти мя грешную», а в церкви «Господи помилуй» и слушай больше, что читают, а если не слышишь, то всю молитву читай «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Не должно говорить, что молишься или будешь молиться за других. Отец Антоний и тот говорит «Обязываюсь молиться». Во всех делах требуется человеку помощь Божия, а потому всегда и во всем просить помощи Божией, то есть необходима усердная молитва. Так как молитва есть сильнейшее оружие против невидимого врага, то он и старается всячески отвлекать от нее человека. Батюшка рассказывал, у одного монаха на Афоне был скворец, которого он очень любил и так к нему привязался, что тот часто отвлекал его от молитвы своими разговорами. Только монах начнет исполнять свое правило, а скворец тут разговорится. На светлое воскресенье монах подошел к клетке и говорит «Скворушка, Христос воскресе!», а скворец вдруг ему отвечает «Вот то-то и беда, что воскресе!» И тут же околел. Тут монах понял свою ошибку и раскаялся. Утренние молитвы читать и в это время ничего не делать и ко всякой службе ходить. Антоний Великий видел ангела, который показывал ему, как должно монаху жить, то помолиться, то поработать, а во время работы Господи помилуй читать. Когда бывает бдение, минут за восемь надо читать вечерние молитвы. Когда ложишься спать, кровать и келью крестить с молитвой, да воскреснет Бог. Когда проснешься, сначала перекрестись. В каком состоянии будешь с утра, так и на целый день пойдешь. У святого Иоанна Лествичника об этом написано. «Прежде всего нужно милости просить у Бога и молиться, ими живи си судьбами, помилуй мя грешную, грешного». Утром, когда проснешься, говори «Слава тебе, Боже!» Батюшка-отец Макарий всегда это говорил и не должен вспоминать происшедшие и сны. Одна сказала батюшке «Когда сердито бываю, то молюсь рассеянно». А батюшка ответил «Кто сердится, тот лишается покрова Божьего. Нужно молиться без злопамятности». Обращаясь к монашенкам, батюшка говорил «Долго терпите, за все благодарите, о всем радуйтесь, моляй за всех непрестанно. А если что из этого не исполните, то выйдет не молитва, а чепуха». Когда батюшку просили помолиться, чтобы исправиться, он отвечал «Самой надо споспешествовать». Пророк Нафан молился за царя Давида, а он ложе обливал слезами, молился и за Саула, а тот спяше и храпляше. Некто спросил монаха «Кто тебя научил молиться?» Он ответил «Бесы». «Как бесы?» «Да так, они меня бороли разными помыслами, а я отбивался от них молитвой». Когда бывает бесчувствие, тогда наиболее нужно упражняться в молитве устной. Батюшка рассказывал, одна все хотела странствовать и туда, и сюда, и в Киев, и в Задонск, а старец один ей говорит «Все это тебе не на пользу, а вот сиди дома в келье и твори молитву Мытареву». «Если не хочется молиться, надо понуждать себя. Святые отцы говорят, что молитва с понуждением выше произвольной молитвы. Не хочется, но понуждай себя. Нудится бы Царствие Небесное». Богородицу читать двенадцать раз или двадцать четыре раза в день. Она у нас одна заступница. «Когда усердно молишься, то так и смотри, что искушение будет. Это и со всеми случается». «Не должно тебе молиться за сестер», — писал старец одной монахини. «Это враг под видом добра подущает. Это дело совершенных. А ты только перекрестись и скажи «Господи, помилуй нас». Когда ударят к достойно, если находишься в келье, нужно встать и положить три поклона Святой Троице. Достойно и праведно есть поклоняйтесь отцу и сыну и Святому Духу. Просить заступление Царицы Небесной и читать «Достойно есть Якова истину». А если кто чужой будет в келье, то только перекреститься. Когда бьют часы, должно перекреститься с молитвой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Как пишет святой Дмитрий Ростовский, «Для того помилуй мя, что час прошел, ближе к смерти стало». Можно не при всех креститься, а по рассмотрению. При ком можно, а то и не надо. В уме же молитву должно сотворить. Четки даны для того, чтобы не забывать молитву творить. Во время службы должно слушать, что читают, и перебирать четки с молитвой «Господи, помилуй». А когда не слышно чтение, то «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Батюшка Отец Амвросий советовал при кознях человеческих и вражеских прибегать к псалмам святого пророка Давида, которыми молился он, когда был в гонении от врагов. А именно читать псалмы 3, 53, 58 и 142. Выбирать из этих псалмов стихи, приличные к скорби, и почаще прочитывать их, обращаясь к Богу, с верой и смирением. А когда будет бороть уныние или томить душу безотчетная скорбь, прочитывать псалмы 101 и 36. «Не ревнуя лукавнующим, не же завиди, творящим беззаконие». Затем псалом 26 «Господь просвещение мое» и псалом 90 «Живые в помощи Вышнего». Если во имя Святой Троицы исправно читать эти псалмы ежедневно по три раза со смирением и усердием, предавая себя всеблагому промыслу Божию, тогда «изведет Господь, яко свет, правду Твою и судьбу Твою, яко полудни, то, чью повинися Господеве и умоли Его». Когда старцу пожаловались, что посторонние мысли мешают молиться, он сказал, «Ехал мужик по базару, вокруг него толпа народу, говор, шум, а он все на свою лошадку, но, 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 так помаленьку, помаленьку и проехал весь базар. Так и ты, чтобы не говорили помыслы, все свое дело делай. Молись». Чтобы люди не оставались в беспечности и не возлагали свою надежду на постороннюю молитвенную помощь, старец повторял обычную народную поговорку «Боже-то, поможи, да и сам, мужик, не лежи». И прибавлял «Вспомни, двенадцать апостолов просили спасителя за женуха на неинку, но он не услышал их, а сама стала просить, упросила». Молитва Иисусова «Хотя бы шепотом произноси молитву Иисусову, а от умной многие повредились. Непременно устами читай молитву Иисусову, а умом неполезно, повредиться можешь». Бог да благословит оставить обычное правило и постоянно держаться молитвой Иисусовой, которая может успокаивать душу более, нежели совершение большого келейного правила. Из прежних опытных старцев один по имени Василий объяснял это так. Держащийся большого келейного правила, когда исполняет его, подстрекаем бывает тщеславием и возношением. Когда же почему-либо не может исполнить своего правила, то смущается. А держащийся постоянно молитвой Иисусовой одинаково пребывает в смиренном расположении духа, как бы ничего не делающий, и возноситься ему нечем. Батюшка рассказывал о силе Иисусовой молитвы. У одного священника был скворец, который постоянно слышал от своего хозяина молитву и повторял довольно часто. Вот раз на улице налетел на него коршун, а он по привычке говорил в это время молитву. И что же, коршун не посмел его тронуть. Бессмысленно твердил молитву Иисусову, и то спасла. Молитвенное правило Когда справляешь келейное правило, то опускай занавеску, а когда посмотришь в окно, то вспомни, что каяться надо. У Иоанна Лествичника написано, если хочешь, что не должно я сделать, вспомни, что должно сказать о сём старцу, то и остановишься. Не должно говорить случившейся о посетительнице, иду правило справлять, а скажи, пойду по своим делам, а то скажи ей, давай Казанской Божьей Матери Акафис читать. К пятисотнице не прикладывать своих выдумок, а как следует, то есть как положено, молиться. Своих поклонов не накладывать, а если хочешь больше молиться, то ночью вставать. Пятисотницу по немощи или недосугу от вечерни можно раскладывать на целые сутки. Если с вечера пятисотницу не справишь, то утром получше молись. Молчание Благое говорить, серебро рассыпать, а благоразумное молчание – золото. Лучше предвидеть и молчать, чем говорить и потом раскаиваться. Умное молчание дороже всего. Если положить все правила благоразумия на одну весовую чашу, а на другую чашу положить благоразумное молчание, то молчание одно перевесит. Молчание хорошо, да благовременное и благоразумное, за которым не следует раскаяние. Один старец спросил о чем-то трех монахов, один объяснил так, другой иначе, а третий отвечал – не знаю. Тогда старец сказал ему – ты обрел путь. Монашество Милостью и помощью Божией сподобишься, сестра, воспринять начало монашеского образа вовне, к обновлению внутреннего человека от ветхости возмутительных страстей, лишающих душу мира и отягощающих тела. Да отныне поживем безмятежное житие в простоте и правоте, возвергая печаль свою на Господа, Всеблагого и Всемогущего, и всем хотящего спастися. Если кто-нибудь из братьев по малодушию и нетерпеливости скорбел о том, что его нескоро представляют к мантии или к иеродиаконству и иеромонашеству, старец имел обыкновение так говорить в назидание – это, брат, все придет в свое время, все дадут, добрых же дел никто не даст. Продолжение следует...